здравствуйте уважаемые телезрители лацио рома 34 тур итальянская серия это дерби если так просто приземленно но если нормально абсолютно вот нормально тоже это нечто больше чем событие это нечто больше чем игра сегодня это матч который делит рим это матч от которого зависит вернется ли наконец-то звание чемпиона в италии римской команде непримиримые как бы то ни было матчи знаменитым и неповторим лацио рома рома было даже немного лидера но сейчас интер ее обходе если рома сегодня выиграет она становится лид итак игра началась пока что в центре обороны футболисты ромы дают спокойно мяч принимать и вот пожалуйста если офсайда нет рокки забивает 1 0 за все выходит вперед поймали на контратаке и капитан команды забивает мяч сетку ворот ромы там азио руки конечно в центре обороны смотрите в линию футболисты оставили просто-напросто без внимания самого главного возмутителя спокойствия в линии атаки у нас брокки томаса рот и он забил ну вот теперь наверное зашевеляться футболисты гринкой другой команды и называть фамилию человек который будет выполнять этот удар навес если так будет продолжаться это будет замечательная тренировка для вратаря муслеры че у лацию явление это знакомое очень хорошо обыгран рис и дальше в штрафную пас удар с дальней дистанции можно играть угловой наверное да угловой ну-ка еще разочек посмотрите там как насчет 11 метров обороны и ромы там один игрок класса находился в атаке этот тони ну тони бодается как он это умеет делать сколько уже желтых карточек у игроков ромы а смотрите как бьет по лицу сознательно токи сознательно токи бьет по лицу ну что ж серьезные замены сразу две значит ясно что игра подопечник не явно не удовлетворила клаудио раньери значит менес вышел вместо токи а пока что с мячом лацию и пенальти 2-0 если не выручит вратарь поларов левый защитник прорвался воротам миновал линию штрафной площади смотрите вот он пробрасывает себе мяч и вот тут то смотрите кассетти сбивает его пенальти не всякого сомнения он мог кассетти убрать ногу я вам отвечаю без всяких проблем итак внимание 2-0 я слышали сказал если не выручит сергия понятно 50 на 50 писара как всегда выполняет удар высокий навес удар поворотом тогда и пенальти и вот теперь похоже на 11 если опять таки с вашего разрешения не выручит муссолера ну пошли на переговоры капитан и ледесма так смотрите на финт хороший но явно конечно же цепляет флокари не сумел обыграть вратаря внимание или 1-1 в ученич лично против вратаря сборной уруглая ну-ка вздохнул не хоть и угадал муслера красавчик но ударчик то был что надо и так 1-1 мирка в ученич вон там тискают его запасные и покрячу всех филипп мексес это сделал и первым защитник в запасе но пробил здорово смотрите как муслер угадывает бросается на удар в критерку со штангой не должен сказать красивый удар в отличие от ударов локали что-то ребят разыгрывали сейчас мало вразумительно непонятно один в один идет рокки второй цены защитник достает удар по воротам вот тот который достает это перротто а рокки его сбивает и нарушает право хавбек перротто чуть ли не от чужой штрафной вы слышите рванул назад почувствовал что там будет что-то неладное вот смотрите жуан не торопится перротто несется туда как угорелый и помогает своей команде ну тут вот два замененных с горчичниками человека из рома слева росси вправо тотти тянет это штрафной удар на ударную позицию выскакивал финтом менес ударчик справа у него очень приличный посмотрите он хорошо себе обрабатывает мяч и его сбивает в непростой ситуации он сумел обработать мяч себе под правую ногу вы видели на ходу и вот так его остановили но надо ли говорить о том что на таком расстоянии от ворот стенка обыгрывается все зависит от исполнительского мастерства того кто будет бить ворот о как аккуратненько нежно любя устанавливается мяч ворот почти на линии радиуса 9 метров нормальная вученич исполнил 11 метров сравнял счет руки открыл его вот он там стоит в окружении троих наблюдая за тем кто же будет бить вученич может быть или рис левой своей тут и косетки тут и перотто а там те кто закрыл обзор вратарю итак вученич удар по воротам 2-1 рома выходит вперед ай да вученич я вам скажу красавец а ну-ка разойдитесь я тут поговорю с народом кричит Мирко вученич 2-1 и рома в режиме реального времени выходит вперед в лидеры итальянской серии за 4 тура до окончания чемпионата роме играть с самдорий пармой кальери и в гостях у кьево заканчивает чемпионат интер играет с аталантой лацио принимает интер дома дальше интер сыграет с кьева у себя и закончит так же как и рома в гостях чемпионат против сиены ну-ка не видел момента удара потому что вот удар вученича и один игрок откололся от стенки вот смотрите трусоватые ребята вы скажу полевые игроки боитесь мяча вот и получите гранату очень удачно сападу с мячом рис внимательно аккуратненько тот успевает навесить и роки дьявол я вам скажу представляете он мне напоминает временами герда мюллера и смотрите с какой позиции из какой ситуации он все-таки успевает выпрыгнуть и нанести удар по воротам но тут парень который отдавал справа мяч куда на линию площади ворот и публика которая представляет рому два забитых мяча учени штрафной исполнил даром вот как раз 32 номер нокаун брокки брокки подвел прыгнул в сторону образовалась брешь в этот момент удара не видел голкипер и не среагировал штрафной и вот тут сейчас начнется там же круз есть и давай набрасывать штрафную навес борьба за мяч это тони отбивает мяч на угловой с правой стороны переживают безумно два парня и даруси тадея с мячом возись возись теперь в ногу правильно но мяч задевает последнюю долю секунды тадея и поэтому удар от ворот шестая добавленная минута дольявента свистит свисток рома выходит в единоличные лидеры ликует мадам это 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 добавляет только здоровье и она продолжает хорошеть от таких успехов любимой команды наверное она в это верит короче семьдесят лидеров в борьбе за звание чемпиона спасибо за внимание друзьям своим искренне благодарность за помощь в работе особая благодарность корреспондентам сайта чемпионат ru всего доброго